итак у нас видео о некотором стуке вот в этой части двигателя значит фонендоскопом таким как у врачей после заводки появляется кроме стука дизеля появляется небольшое постукивание здесь в этом стороне фонендоскопом посмотрел что это все таки натяжитель и что я сделал я поменял ролик натяжителя на новый но не помогло и определился теперь что дело не в ролике а вот в амортизаторе у него здесь образовался такой небольшой люфт и такой металлический звучок и при тряске он особенно пока холодный потом вроде бы как прекращается появляется небольшой стук поэтому нужно что-то делать или менять амортизатор весь этот или вот решить проблему с муфтой втулкой но сейчас я его пока снимаю поставлю без амортизатора вообще в это время буду решать что-то с амортизатором то есть но если вы для того чтобы снять нужно я смотрите ничего не снимал перед этим когда я снимал я патрубок снимал ничего просто вот три болта открутил вот этих и он вынимается единственное для того чтобы поставить назад нужно совместить вот эти две дырочки вот эту и вот эту ставите зажимаете в тиски крутите за вставляете ключ тут по моему на 16 натягиваете совмещаете тут жесткая пружина натягиваете совмещаете и сюда гвоздик такой и тогда можно свободно вставить закрутить и но потом не забудьте снять гвоздик это как устанавливать назад ну собственно все а сейчас нужно проблему решить с втулкой которая здесь есть резина металлическая вот она разболталась что с этим сделать я еще не знаю буду что-то пытаться сделать ну а сейчас просто разбираю еще что нужно проверить и что может постукивать и и из-за чего в принципе и я начал снимать видео что необходимо сейчас пока вы сняли проверить обгонную муфту на генераторе у меня skoda avtavia 1.9 tdi и на генераторе стоит обгонная муфта не просто шкив обгонная муфта как его проверять вот если я сейчас кручу за шкив может быть вы увидите вот 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 здесь вот на вот этих там внутри крыльчатка ходит видно или нет там ходит внутри крыльчатки поэтому берем отверточку достаем до крыльчатки одной рукой кроме крутим обгонную муфту ну крути шкив генератора вот тут и что должно в одну сторону он должен муфта обгонная должна прокручиваться не смотря на то что вы держите лопасти а в другую должна стопориться и не крутится а тянуть лопасти то есть она в одну сторону крутится вместе с валом а вдруг в другую сторону они по отдельности у меня я проверил причем не так уж и прямо как свободно такой но все равно прокручиваться должно поэтому попробуйте как у вас если он заклинил и в ту и в ту сторону тянет крыльчатку значит у вас будет повышенная вибрация и вам будет нагрузка на подшипники и вам желательно поменять обгонную муфту я переживал что у меня проблема с обгонной муфтой нет все в порядке держу крыльчатку и в одну сторону несмотря на то что крыльчатку держу в одну сторону муфта все равно крутится а в другую и упирается ну в общем то все получается что теперь мне осталось я какое-то время поезжу без этого амортизатора без амортизатора ездить можно не вопрос ну и я каким-то образом попытаюсь решить проблему или куплю новый или попытаюсь решить вопрос с втулкой на этом все вот посторонний стук можно таким образом устранить обращать обратите на это внимание и так какова причина стука причины две первое выработалась втулка и вот здесь немного терпается вот таком в радиальном направлении вот так но есть еще выработка самой втулки вот по длине по длине и когда я вставляю вот здесь вот эта часть болта выступает за пределы втулки вот здесь и получается есть еще небольшое осевое оно и должно быть он должен вращаться вот так но должно быть меньше чтобы не было вот этого еще и вот этого хождения осевого хождения поэтому что можно сделать можно конечно укоротить здесь болт чуть-чуть но тогда он не будет ровный только на токарном станке у меня нет не будет ровный и когда буду закручивать не всей плоскостью приляжет поэтому лучше конечно вот сюда просто шайбочку положить подобрать такую тонкую тонкую сейчас болт запрятался а нужно чтобы видеть расстояние большое я сейчас расклепаю эту шайбу до такого состояния вряд ли я смогу сточить а расклепать молотком на наковальне смогу чтобы она была такая тонкая чтобы при при нажимании совсем чуть-чуть болт выходил ну что первостепенное нужно сделать это убрать радиальный люкт вот этот что я хочу сделать сейчас возьму горелку газовую и наплавлю сюда медь увеличится диаметр и она плотно сюда зайдет сейчас покажу как я уже что для этого нужно сначала обезжириваем потом наждачкой проходимся чтобы было свеженький металл и сейчас наплавим сюда горелкой вот так я нанес слой медного припоя на металлическую конструкцию сейчас буду обрабатывать сейчас нужно кинуть в воду чтобы он немножко чтобы не отпустил не отпустился а то я его нагрел он может потерять жесткость кинул теперь нужно обработать до нужной нужного диаметра и все и ставим на место гаечку я поставил специально для того чтобы можно было во время работы проворачивать немножко и по всей поверхности значит положил я обыкновенным медно-фосфорным прутком для пайки так как это по железу то нужно еще буро нагреваем нагреваем пруток в буро нагретый пруток макаем буро прилипает и наносим теперь буду потихонечку напильником дорабатывать до нужного диаметра вот так получилось после обработки напильником обыкновенным вот я ставлю шайбу которая будет немножко выдвигать в принципе пропаялась не по всей поверхности не на не 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 так уж хорошо я сейчас его плотненько туда задавлю и я думаю что будет лучше чем будет вот так плюс-минус ходит плотно ну мне в общем то плотно тут немножко наверное еще в конце нужно подпирать ну уже заходит вручную заходит вот до сюда а надо немножко дальше поэтому я сейчас еще немножко покраю напильником подработаю вот таким образом можно поступить варианты наверное бывают разные изготовить новый болт там еще какие-то варианты можно поэтому смотрите сами подписывайтесь на канал всего доброго много интересного на канале уже есть ну что же вот в таком состоянии я его уже закрутил зазор выбрал расплескал и так тонкую шайбочку какую-то нашел ну расплескал до тонкого состояния ну и вставил теперь закрутил видите в спущенном состоянии вот это разворачивается я зажал в тиски ключик на 16 ворот подтянул совместил два отверстия вставляем это винтик какой-то ну и все теперь его можно туда вставить он будет нормально вставляться и нормально закручиваться без натяжки на ремень а затем снова таки ключиком на 16 сможете опустить еще раз пружину и вытащить этот винтик а винтик слишком длинный не выбирайте там собственно я ставлю на место все собираю поэтому смотрите такую ситуацию можно исправить повторяйте видите ничего не снимал тут с этой стороны можно вставить и вытащить и вставить немного неудобно ну вот и все никакого постороннего шума я не слышу только дизелит дизель